Приветствую вас дорогие друзья, меня зовут Варлок, добро пожаловать в оружие! Я понятия не имею о ком ты говоришь, но ладно. Короче смотрите, почему мы будем играть охотницей? Ну мы пилотом победили в прошлом забеге, ну для вас в прошлом забеге, я после этого снял еще не эпизодов, но они все запоролись к чертям, потому что я тут опять экспериментирую, пытаюсь новыми методами записывать, пытаюсь повысить свою производительность и так далее и тому подобное. Смысл в том, что у меня потерялись опять несколько чертовых эпизодов, именно поэтому у меня сейчас пройдено задание на столбов близнецов, на шахматы и именно поэтому я сейчас последние 5 часов пытался настроить аудио оборудование, чтобы оно работало и как я задолбался! А, пустышка! Собака оставила пустышку! Нет, крыса украдет пустышку, или крыса не ворует пустышки? Так, крыса точно не ворует ключи, а пустышки я не уверен. Да, я к тому, что я бы сейчас, я бы не отказался сейчас от легкой победы, если честно. Если мне сейчас выпадет, например, мега рука в первой комнате с сундуком, я буду, я жаловаться не буду, что о, как мы легко проходим игру, я просто с радостью приму победу для себя. Потому что, о, боже мой, это был ад, эта настройка, я поставил себе новый, блин, ключ не надо было подбирать-то, я поставил себе новый ShadowPlay, точнее, не новый ShadowPlay, а новый GeForce Experience бета-драйвера, там вместо ShadowPlay теперь какой-то Share, Nvidia Share. Он лучше работает, он хорошо с моим микрофоном работает, но, о, боже мой, как много времени заняла эта настройка. О, я думал, я сейчас сгрокнусь, я уже винду собирался переставлять, но вроде бы сделал, я надеюсь, что это записывается. Если это сейчас не записывается, кто-то умрет, кто-то и умрет, и это будет моя вменяемость. Так, расплавленный камень нет, красный камень Гуона, я не помню, что делает красный камень Гуона. А, по-моему, это не тот камень Гуона, который дает нам здоровье, поэтому мы просто купим ключ и пойдем. Я могу ошибаться, я, может, что-то путаю, может, красный камень Гуона дает максимальное здоровье. По-моему, нет, по-моему, камень здоровья выглядит, как сердце, летающее вокруг нас. А вот этот красный камень Гуона, он либо наносит урон противникам, либо он дает иммунитет к огню. Одно из двух. Четыре ключа это дофига. Да, кошка, да, моя кошка. Кошка согласна, что четыре ключа это дофига. Да, четыре ключа это значит, что, скорее всего, мы, во-первых, откроем оба сундука на этом этаже, даже если они будут деревянные. Хотя, вот, ну, конечно, деревянный сундук с оружием я абсолютно желания открывать не имею. Даже с четырьмя ключами я лучше тогда пойду на дополнительный уровень к повелителю слизней. О, алтарь, алтарь увеличения урона со старту. Да, знаете, я его использую, оп, я его использую сразу. Пускай нам будет увеличение урона прям со старту. Мы уже вот как раз в забеге с пилотом мы это делали. И нам понравилось. Мне точно понравилось. Увеличение урона это круто. Урон решает. Чем быстрее ты убиваешь противников, тем меньше шансов, что они нанесут урон тебе. Ну, моя такая философия. Это, конечно, ну, может быть в некоторых ситуациях невыполнимо. Некоторые ситуации бывают, что ты хоть тресни, тебя все равно прищучат. Но я думаю, что правильно, что приоритизировать урон перед защитой стоит. Что это, как минимум, это более интересная тактика. Ну, а может быть даже более практичная. Но здесь вот сложно сказать. Я в вооружении еще не настолько хорошо в теоретической части разбираюсь, чтобы понимать, стоит ли эту статую использовать на первом этаже, например. Пять ключей означает, что 99%, что мы идем на секретный уровень, тут без вариантов. Особенно учитывая то, что один из сундуков у нас здесь деревянный. В принципе, я бы туда уже и с тем количеством ключей, которое у нас было, пошел. Но вот теперь гарантированно я туда иду. Что мы хотим получить на первом этаже в сундуке, который не деревянный? Ну, в любом сундуке, который не является сделанным из материала, который произрастает в лесах и который быстро исчезает с нашей планеты, мы хотим найти оружие. А чтобы в деревянном сундуке у нас была пассивка. Если у нас будет пассивка в деревянном сундуке, окей, я его открою. О, два деревянных сундука. Знаете, что я сделаю? Наверное, это спорное решение. Это спорное решение, но я буду ломать оба этих сундука. Это старая тактика, это моя древняя тактика. Я ее использовал, когда только начинал играть в оружие. И она может быть ошибочной, эта тактика. Но я еще тогда ломал все деревянные сундуки. Сейчас я ломаю, конечно, не все деревянные сундуки, но вот эти два деревянных сундука я сломаю. И мы пойдем на секретный уровень. И там применим эти ключи для высшего блага. С пятью пустышками король патрон не составит проблем никаких. Мы будем использовать против него арбалет. По-моему, арбалет более высокую скорострельность имеет, чем пистолет. Я говорю более высокую скорострельность имеет, это чушь собачья. Он просто имеет больше урон в секунду, по-моему, чем пистолет. Поэтому будем из арбалета стрелять в основном. Что-то мне не нравится вот эта ситуация. Не нравится. Ох, блин, этот гад чуть мне урон не нанес. Вот это было бы реально тупо. И пустышки мы экономить, естественно, не будем. У нас этих пустышек можно, блин, пустышечный завод открывать. Аааа, в последний момент, в последний момент убили короля путрона. Путрона? Да, путрона. Король путрон. А, банан и патрон мастерства, зашибись. Так, в последний момент мы убили короля патрона, да. И я чуть, чуть было, я не остался без, не остался без увеличения здоровья. Красный камень гулана не покупаем. В общем, все, этот этаж быстро закончился. Я, в принципе, доволен. Мы получили банан, что является неплохим оружием. И мы отправляемся на секретный уровень. В принципе, мы этот этаж закончили, можно сказать, что в ничью с игрой. Ну, мы, конечно, получили банан. Но банан не самая крутая пушка в игре. Хотя, она имеет свои действия положительные. Я, наверное, хотел сказать, имеет свои положительные свойства. Но почему-то мне пришло в голову именно действие. Хотя, нет, я вру. Мы получили увеличение урона. Которое нам должно помочь на этом этаже. И, тем не менее, стоит быть очень аккуратным. Потому что это не шутки. Мы с этим этажом когда-то ехали в маршрутке. И мы такие едем и торчим. Я о том говорю, что это опасный этаж. И мы потеряли одно максимальное здоровье, когда увеличивали себе урон. Поэтому сильно выделываться не стоит. Сильно выделываться не стоит. Я буду арбалет по максимуму использовать. Собираюсь его потратить в комнатах. Тем не менее, тем не менее. После того, как мы потратим арбалет, мы просто переключимся на банан. Дальше мы экономить не будем. С пистолетом я тут ходить не буду. С арбалетом можно спокойно. Видите, арбалет после того, как мы увеличение урона получили. Он уже долбит обычных противников. Ну, не толстых противников с одного выстрела. Так что это меня радует. Так, ну вот эту мелочевку мы расстреляем. Расстреляем из револьвера. Тут без вопросов. Где этот призрак? До свидания. Да, увеличение урона решает. К тому же, увеличение урона, оно еще и патроны экономит. Ау, ау, ау. Это было очень-очень подло с вашей стороны, ребята. До свидания. Хотя нам сейчас экономия патронов не важна. Тем не менее, в будущем это пригодится. Еще одна пустышка. Это есть Гуд. Это есть Гуд. Даже Зер Гуд. Как сказали бы несколько немецких офицеров, если бы они увидели, как прекрасно выглядит немецкое государство в 21 веке, после того, как отсюда изгнали всех фашистов. Окей. Хорошо. Не надо меня окружать. Не надо. Все, арбалет кончился. Окей, теперь банан нашим вторым оружием будет. Заходя в комнату, будем стрелять из банана, а дальше уже будем действовать по ситуации. Ну и в таких вот ситуациях, когда несколько противников собрались в кучку, главный противник сказал. Это была шутка про детскую игру. Все бомжи собрались в кучку, главный бомж сказал. Да, Варлок, очень вовремя. Прямо вот, наверное, все в 21 веке помнят такую детскую игру. Вы играли в такие игры, типа. Кошка сдохла по хвосту блеск, кто промолвит, тот и съест. Ха! Смешно. И типа, кто следующий скажет слово, тот съел дохлую кошку. Что, в принципе, неплохо, но, к сожалению, тут подразумевается, что кошка, она совсем дохлая. Синтезатор боеприпаса. Окей, это, наверное, стоит того, чтобы его купить, да? Так, а тут у нас дополнительная броня. Эмм. Дополнительная броня. Дополнительная броня. Беру ли я ее сейчас, или я ее оставлю на потом? Я ее оставлю на потом, пока что. Надо не забыть, главное, за ней вернуться. Так, ключ стоит 30. Окей. Синтезатор боеприпаса, я не уверен, как он действует, потому что все синтезаторы работают моментально, так сказать. Все синтезаторы в игре, ну, насчет синтезатора боеприпаса я не знаю, остальные синтезаторы, синтезатор брони, синтезатор, синтезатор сердец, они работают моментально, то есть они не дропают, то, что свои синтезированные предметы, Они не дропают на пол Они их сразу кладут тебе как бы В карман Поэтому если синтезатор боеприпаса работает таким образом То он не так хорош на самом деле А если другим образом То очень хорош Так, миорелаксант, окей У нас есть хорошая пассивка Хорошая пассивка, во всяком случае С некоторыми С некоторыми оружиями она очень хорошая Но она совсем не хорошая Она увеличивает точность со всеми оружиями А со снайперскими оружиями Она не просто увеличивает точность Она еще и увеличивает урон Ну, со снайперскими оружиями можно сказать Что она не увеличивает точность Потому что у снайперских оружий и так точность высокая Точнее, 100% На то они и снайперские оружия Да, миорелаксант мне нравится Мне нравится миорелаксант Я его принимаю регулярно по 3 раза в день И ты такой спокойный У меня так все расслаблено Все мио мои расслаблены Все чакры, ааа, анальные, ааа Спокойно, 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 спокойно Перекат Хорошо, надо немножко поаккуратнее действовать Потому что уже два красных сердца осталось Конечно, босс на этом этаже слабачок Ну, в большинстве случаев Тем не менее, расслабляться не стоит Расслабляться не стоит И бананы экономить уж точно не стоит Нет смысла Особенно учитывая, что у нас синтезатор боеприпаса Опять же, я не уверен, как работает синтезатор боеприпаса Нужно ли мне в конце комнаты Специально переключаться на банан Ну, я думаю, это все равно нормальная покупка Он стоил недорого Как для пассивного предмета Ну и пассивные предметы Это всегда хорошее вложение средств Ну, всегда Я, конечно, говорю всегда На самом деле, я не думаю, что они всегда Хорошее вложение средств Потому что, во-первых, не все пассивные предметы хороши Как я тут выжил, я не знаю Хе-хей Ху-ху Ни секунды я не испугался, что нам будет больно Хорошо Так, а что я хочу Что я хочу на этом боссе Ааа Хороший вопрос Наверное, наверное, на этом боссе я предпочту оружие Ну, все будет зависеть от того, что мы получим Блин, куда ты банан кидаешь? Ты Ты, варлок Что ты делаешь? Ааа Блин Черт, черт, черт Так, спокойно Сосредоточься Эта комната, она не такая сложная Надо просто не паниковать Окей, мы живы Я живой Я живу Я плыву Я живу По каналам любви Ааа Погнали, погнали Все-таки найдем комнату Со вторым сундуком Что-то я С бананом не хочу на босса идти Банан мы, во-первых, весь израсходуем на этого босса И толку от этого будет мало С увеличением урона, конечно, банан крут И с точностью повышенной Ну, точность, наверное, на него не влияет Я так думаю Вряд ли влияет Ну, с увеличением урона банан хорош Но не на боссе В комнатах, да Замечательно Просто чудо На боссе Ме О, патроны Патроны на банан Ааа, патроны надо было взять на арбалет Надо было взять на арбалет Тут я натупил Иии, мы получаем Импульсная пушка И здесь секретная комната И в ней зеленый сундук Ааа, мимик, сука Тварь, урод Козел Мудак Ээ, где банан? Лови Еще лови Еще лови Мертв Мертв Пошла вон О, хо-хо-хо-хо Мимик Блин И собака у меня есть И все есть Все есть, что нужно для счастливой жизни Но, блин Моему Тупости человеческой нет предела Окей, берем Импульсную пушку Либо научную пушку на босса Наверное, импульсную Наверное, импульсную С этим слезняком Надо держаться от него подальше Близко к нему не приближаться И все будет зашибись Поэтому будем по максимуму использовать Научную пушку Потому что она позволяет Держать дистанцию Окей Друг Ты что делаешь Вы видели, как он, блин Нехорошо поступал со мной Хорошо Перекаты, перекаты Не паникуем Без паники Главное Спокойствие Спокойствие Только спокойствие Сейчас я вас настигну Мы почти его убили Он почти готов Сейчас он размножится, наверное Да, вот он пошел размножаться Давай, размножайся Занимайся чем тебе хочется Пожалуйста В свободное время Любые, любые твои развлечения Любой каприз за ваши деньги Только не надо ко мне приближаться Окей? Хорошо? Хорошо Молодец Хороший Хороший слезнячок Я за И вот эта штука идет нафиг Так И он дропнул нам Приложение для айбомбы Которое я возьму, конечно Но пока что нам от него Ни холодно, ни жарко Так, теперь заберем броню И посмотрим Может быть мы пойдем На древнего короля Я очень сильно сомневаюсь Да, в комментариях мне писали Что было бы неплохо Походить на древнего короля На самом деле На самом деле Действительно Было бы неплохо Это хорошая тренировка Это сложный босс Сложный босс Это тренировка для Для мозгов Проблема в том, что Хоть ты там Танцуй чечетку Хоть пляши Рок-н-ролл Хоть, блин Я не знаю Хоть, блин Тангу С этим королем Танцуй Один хрен Если у тебя мало патронов То ты его не убьешь И даже если Убьешь При этом потратив Весь Свой боезапас То от этого Толку мало Ладно Пока что у нас есть Оружие Которое мы хотим Использовать И мы их будем Использовать У нас есть импульсная пушка Которая мне нравится Импульсная пушка Мне нравится Как оружие Это дробовик Который Не то чтобы Очень сильный В плане урона Но у него У него есть Возможность Отталкивать врагов И за счет Отталкивания Мы будем Собственно Выруливать Смотрите Какая ситуация С Синтезатором Боеприпаса Если синтезатор Боеприпаса Работает Как я думаю Как все остальные Синтезаторы И моментально Пополняет нам Боеприпас На ту пушку С которой мы Заканчиваем комнату То это намного Хуже чем я думал Изначально Потому что В этом случае Он будет нам Пополнять Вечно пистолет Потому что я комнаты Буду с пистолетом Заканчивать Я надеюсь Что он не так работает Я надеюсь Что он кладет Боеприпасы на землю Очень сильно На это надеюсь Иначе Иначе беда Давайте добьем Эту хрень Быстренько Да Вот так вот Красота Так И магазин Скорее в магазин Но я хочу знать Что там продается Какие сегодня скидки Какие акции Чего где Рюкзак За 42 деньга Скорее всего Да Скорее всего Да Потому что Рюкзак Позволяет Некоторые Очень крутые Комбинации Иметь Активных Предметов И кстати Мы приложение Для айбомбы Можем С бананобомбой Использовать Ну смысла Я правда Особого не вижу Ну взорвем мы Эту бананобомбу Там на лету Ну давайте Попробуем Ну да Я взорвал ее На лету И чё Ну много У тебя денег И чё Ну взорвешь ты Бананобомбу На лету И чё А взорву всех Ну брат Я думаю Что сила не в взрывах Сила в точности У кого точность Тот и сильней Так До свидания Я сейчас взорву Взорву бананобомбу На лету Не знаю Насчет вот этого Блин Все равно Я сомневаюсь Очень сильно Насчет этого Приложения Для айбомбы Я просто не могу Себе представить С каким взрывным Оружием Оно будет Очень эффективно Я представляю Что оно будет Очень эффективно С отстойными Взрывными оружиями Такими как Такими как Маленькая бомба Или как она там Называется Которые просто Базовое Из деревянного Сундука Взрывное оружие Которое Отстойной бомбочкой Стреляет Которое отбивается От стен Может быть полезно С активными Предметами Которые взрываются Например Да кошка Да Вы слышите это Вы слышите Моя кошка Решила тут устроить Ночной концерт Кстати Сейчас у меня На дворе Час ночи Так что Соседи Наверное Слышат это все Дело во сне Сквозь сон И думают Какого хера Шон морозит Какие приложения Для айбомбы Сейчас вызовут Сейчас они вызовут Антитеррористическую Против меня Организацию Эх Книга Анатомия сундуков Эх Я очень расстроен Мы можем положить На этот алтарь Броню Сейчас Открыть доступ На секретный этаж Я этого не буду делать Я не буду делать Я оставлю ее Просто как броню Я понимаю Это скучно Но у нас нет У нас нет оружия Для того чтобы это сделать Если бы у нас была Супер пушка Да Мы посмотрим Какую мы Пушку получим В Следующей комнате Я решу Тогда Я кстати Пополню патроны На арбалет Я буду ходить С арбалетом Просто для собственного Удобства Вы видите Да что арбалет Тут все сейчас будет Сносить с одного выстрела За счет увеличения Урона Поэтому я Я думаю Это хороший выбор Пополнить арбалет Я думаю Это не правтык Совсем Оп Спокойно Даже квадратов Даже кубов Хватит кубы Называть квадратами О господи Варлок Ты как необразованная Дикая тварь Из леса Блин Как тарзан Так Ладно Погнали На босса Это конечно же Змейка Ну куда без нее Блин Куда нахрен Без этой Без этой сучки Ну что я вам скажу Скорее всего Здесь у нас Идеального убийства Не будет Да Ну я рассчитывал На это Ну как рассчитывал Я не был уверен Что мы Конечно провтыкаем На змейке Но Особо не надеялся Эта тварь С ней шутки плохи Ну мы будем В нее кидать бомбы Бананобомбы Против нее Кстати Это вполне Вменяемая штука Наверное Уж лучше Чем из дробовика Стрелять В притык А на научную пушку У нас мало боеприпаса Да чтоб тебя Кошки драли Кошки Подерите ее Можно конечно Включать Эту Можно включать Приложение Для ай бомбы Как только Банан Попадает В Змею Тогда может быть Какой то эффект Будет дополнительный Не знаю По моему Нет По моему Бестолку По моему Дополнительные Бананы Не взрываются Приложением Для ай бомбы У меня Создалось Такое впечатление В этом случае Так До свидания Ну Да вы Прикалываетесь Она Бессмертная Это Это змея Не может быть Убита Это Анаконда Которая Никогда Не умирает Змея Я предлагаю Тебе сдаваться Сдавайся Я посяжу Тебя Посяжу Тебя Ты будешь Посяжена Я тебя сдам В лагерь Военнопленных И потом Твои родственники Через 5 лет Тебя выкупят После окончания Войны О Новое оружие Бума Джен Суматоха О Играет музыку Зашибись Скорострельное оружие Насколько я понимаю Да Скорострельное оружие С низкой точностью Зато у нас Есть увеличение Точности Так что Мы в шоколаде Кстати Я вот подумал Не увеличивает ли Миорелаксант Урон арбалета Вот а Вот оно Что Михалыч А если это так То наш арбалет Крутейшее оружие Надо проверить На чем нибудь Очень толсто Что у нас тут Есть очень толстое Вот оно Опа Мой арбалет Убил эту хрень С одного выстрела Окей То есть арбалет Это сейчас Наше самое крутое оружие Да Я так понимаю Он что Всех будет С одного выстрела Убивать А что у нас за комбо Еще с арбалетом Вроде никаких Ну ладно Погнали с арбалетом Ну что я вам скажу Арбалет всех убивает С одного выстрела А у нас не просто У нас же еще этот Алтарь Ого Так у нас У нас есть супер оружие Да Если бы я знал Я бы на змейке Его использовал Да Нехило Нехило А Ага Ага И секретная комната Тут же была найдена Броня Окей Да Кстати я забыл На змейке Использовать Все Все я забыл Использовать Ключ И все Погнали Мы рюкзак купили Я сделал выбор Купить рюкзак Но пока есть возможность Набрать такие хорошие пассивки Я это буду делать Здоровье Оставляет желать лучшего Но тут Что сделаешь Зато арбалет По идее Наносит Огромный урон Просто Просто гигантский Но он убивает Железную деву С одного выстрела Да Это о чем-то говорит Так что Значит арбалет Это будет Наше антибоссовое оружие Да Да Оставляем его на босса А в комнатах Тогда мы будем использовать Ну не сотрясатель Но Можно этот Джин Джоу Бум Джен В общем Какую-то китайскую хрень Но давайте бананобомбу И импульсную пушку Осталось два банана Недолго мы поиспользуем Бананобомбу Еще один раз И хватит Да Снайперы До свидания Окей Хорошо Да Нормально Нормально Это дробовик тащит Дробовик тащит Без вопросов Так И бананобомба Кончилась Тогда давайте Тогда Пистолет в комплект Возьмем Будем мелочь Пистолетом добивать А основной урон Наносить Конечно Будем дробовиком Я экономить Не собираюсь Боеприпас К тому же У нас Генератор боеприпаса Или как он там Называется Так Ну что мы все Попрятались Вылезайте О Хе-хей Хорошо Твой дружбан Тебе на голову Камни скинул Окей Так До свидания Какого хрена На меня кто-то скинул Блин Гребаные камни Уроды Лежать Спокойно Хорошо Прыжок И дробовик Прекрасно Так Что тут у нас Как такое распутье Во все стороны Дороги ведут И все в Рим И все дороги Ведут в Рим Как ни странно Казалось бы Не может такого быть И тем не менее Все ведут в Рим Окей Так Что я хочу На этом этаже Ну С МИО Релаксантом Естественно Максимально эффективными Будут снайперские ружья Так что Любое снайперское ружье Снайперские ружья Продаются В зеленом магазине Ну Про зеленый магазин Я говорю Я имею ввиду Что этот Орг торговец На фургоне Военном Он продает АВП Почти всегда У него В продаже ВП есть Я бы его С радостью Встретил Хотя бабла У нас пока что Немного Поэтому Может быть Обидно Что мы его Встретим А денег У нас не будет Но бабло Можно попробовать Набрать Если мы знаем Что он там Имеется Ну и Просто мы можем Получить снайперку Из сундука Что еще Нам может Помочь С миорелаксантом Ну любые оружия Которые Имеют низкую точность У нас одно Такое есть Вот этот Джен Джоу По моему Он А ты скотина Мимик 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 Ах ты собака Вы видели Какой он Тварь такая А ну выходи На бой Выходи на честный бой Ублюдок И я сейчас Тебя из арбалета Постреляю Сейчас проверим Мощь арбалета Раз Выстрел Два Выстрел Опа Два выстрел И вот она Вот она Прототип рельсовой пушки Зашибись Так Прототип рельсовой пушки Это хорошо Я не знаю Работает ли миорелаксант На прототип рельсовой пушки Будем надеяться Что работает Если он работает И увеличивает урон Рельсовой пушки Мы в шоколаде Мы заряжены до конца Игры Проверим мы это На боссе Наверное Если Прототип рельсовой пушки Будет больше урона Наносить Чем Собственно Да Приложение Для айбомбы Надо использовать Если противники Рядом с бочками Стоят Окей Да Будем использовать На боссе Оба Оружия И Попробуем Использовать И арбалет И прототип рельсовой пушки И посмотрим Что лучше Да что ты будешь делать Умри Спасибо Благодарю Но пока что Пока что Попытаемся найти Второй сундук Так Значит Первый сундук У нас был Там Красный И В нем Было оружие Второй сундук Значит Будет содержать Пассивный предмет Ну что означает Что скорее всего Мы купим Ключ И откроем этот сундук Даже если он будет Деревянный Хотя Наверное Это неразумно На данном этапе игры Наверное Было бы неразумно Открывать деревянный сундук Но мы глянем Мы глянем Что тут продается Боевой зуб Активная перезарядка Да Активная перезарядка Если честно По моему Активная перезарядка Увеличивает урон Следующего выстрела Что наверное Было бы Супер с арбалетом Кстати Тут алтарь Давайте проверим Что за алтарь Ууу Продавец за ключи Знаете Тут наверное Бюллетень И медальон сердца Было бы Получше купить Чем Следующий сундук Открыть Как минимум Медальон сердца Мне кажется Сейчас критичен Теперь будем надеяться На то что нам выпадет О мой бог Будем надеяться На то что нам выпадет Хотя бы один ключ Еще На этом Этаже Я этот ключ По любому Потрачу на Медальон сердца Ну а второй сундук Все зависит От качества Следующего сундука Наверное Даже синий Я сейчас не открою Медальон сердца Слишком хорошая штука Слишком нужная Там наверное Зельда Хотя там могут быть И девчонки Есть там Зельда Конечно обидно Но Зельда Не даст Ну Зельда может Даст что-нибудь Хорошее Но вряд ли Она будет Настолько Хорошее Как Как Медальон сердца Либо Бюллетень Тут надо подумать Насчет Выбора между Бюллетенем И медальоном сердца Но Поскольку мы уже На третьем этаже И приближаемся Блин Зеленый сундук Собака Ааа Ну ааа Кстати у нас же есть Этот Книга Анатомия сундуков Так что имеет смысл Его разбить Ну давайте сначала На босса пойдем А там будем решать Там будем решать Бюллетень Было бы смысл брать Если бы у нас этот Впереди еще Множество этажей было Поскольку у нас Всего-то Всего-то Впереди Пара этажей Где мы можем Получить толк От бюллетеня Значит Значит я его Не буду брать Значит не будем Брать бюллетень Ну его нафиг В другой раз Когда-нибудь Так Ну эта комната Кстати оказалась Намного легче Чем я думал Это очень легкая Комната на самом деле Так Секретную комнату Мы все еще не нашли Вот теперь Настал момент истины Рельсовая пушка Против арбалета Ну и главное Тут вообще-то Для меня сейчас Главное Просто не натупить На этом боссе Но это танк Мы его хорошо знаем Так рельсовая пушка Арбалет Арбалет сильнее Арбалет сильнее Арбалет сильнее Рельсовой пушки Это офигенно Непременно Все будет офигенно Если у тебя есть Арбалет с миорелаксантом Арбалет с миорелаксантом Павел Воля был прав Арбалет с миорелаксантом Это супер Павел Воля Я благодарю тебя Охахахахаха Опа Папапапак Какие песни я запел Окей Знаете что Гуляй Я понимаю Кстати Прекрасно понимаю Что Боевой зуб Наверное будет очень хорошо работать в комбинации с арбалетом если мы сможем перезаряжать арбалет быстрой перезарядкой я подумаю я подумаю сейчас насчет этого так пушка кофе увеличение здоровья и патроны мы возьмем для чего для научной пушки а можно с научной пушкой походить можно на арбалет еще 60 выстрелов но пополнять не буду давайте здесь 25 еще выстрелов что тоже нормально давайте научную пушку пополним поэкспериментируем поэкспериментируем с научной пушкой так и давайте секретную комнату поищем быстренько наверное она в магазине раз тут нету значит наверное в магазине сейчас я долбану в магазине пустышку и и тут не было ладно так и здесь либо ключ и тогда мы что тогда мы открываем сундук давайте я окей я куплю боевой зуб я куплю боевой зуб мы попробуем мы попробуем эту комбу и куплю увеличение здоровья за ключ и за 2 нет давайте теперь сначала мы сломаем вот этот зеленый сундук посмотрим что будет там да кстати пушка кофе мы получили за босса что хорошо увеличение скорости я всегда приветствую дополнительная пустышка абсолютно бесполезно для нас из разбитого сундука анатомия сундуков почти никогда себя не окупает ну на моей памяти на моей памяти анатомия сундуков так ни разу себя не окупила ушел что конечно печально тем не менее медальон сердце все двигаем на следующий этаж да мы идем на следующий этаж без без мы идем на следующий этаж без за этого без ключей что опасно тем не менее у нас имеется анатомия сундуков поэтому какой-то смысл это имеет какой-то смысл это имеет моё действие я ни я не совсем уж от фонаря действую на да кстати вот эту вот вот этот волшебную прекрасно звучатьуюсь китайскую пушку использовать на она я подумаю пока что мы будем в комнатах до кон дальше использовать импульсную пушку а потом наверное научную ну или в комбинации будем использовать для ближнего боя Импульсную пушку для дальнего боя Научную пушку Третья пустышка это класс Окей Не проблема, до свидания Ммм, да Я знаете что понял Боевой зуб хорош В комбинации с Оружиями У которых большой боезапас в обойме Перезарядив один раз Грамотно Мы получаем на всю остальную обойму Увеличенный урон Да, это круто Хорошо, теперь мы знаем Как работает боевой зуб Боевой зуб значит максимально эффективен С дробовиками, да И мы его можем перед комнатой заряжать себе Заряжать себе боевым зубом Оружие любое И действовать уже С заряженным боевым зубом оружием Так, вот эту тварь надо убить Я надеюсь, что мы его убили Нет, хрен там Вон он там ходит Где он? Ах, блин Все равно провтыкал в итоге С научной пушкой Боевой зуб бесполезен Вот в чем проблема Значит научная пушка Для нас больше не приоритет Значит мы ее будем тратить На вот таких противников Которые Не требуют маневров Туда мы будем тратить Научную пушку А боевой зуб Ну вы видели, да Боевой зуб Заряженный Ой, боевой зуб А, подождите Откуда у нас патроны взялись Только что Сработал генератор боеприпасов Да, у меня заканчивались патроны На дробовик И теперь их стало 10 Судя по всему А, вот в чем фишка Михалыч Короче, вот Я понял, как работает Генератор боезапаса Он по чуть-чуть Пополняет патроны Не сразу полную обойму дает А по чуть-чуть Иногда И будем боевой зуб С дробовиком Использовать по максимуму Ну вы видите Какой урон наносит Боевой зуб с дробовиком Точнее дробовик С боевым зубом Ну или в любой комбинации Они друг с другом От перестановки мест Лагаемых Лаги не изменяются Так что Этот Да-да-да-да-да Зашибись И потихоньку Нам перезаряжает Боеприпас Потихоньку У нас перезаряжается Боеприпас От того, что У нас есть Генератор боеприпаса Ну Сейчас будем Научную пушку применять Против этих ребят Они того заслуживают Чтобы против них Использовать научную пушку Горите в аду Ублюдки Ну Долго они конечно Горят в аду Научная пушка Вообще не фонтан По сравнению С нашими комбами Она слаба Слаба Бумджен Жаль что он Не перезаряжаем Зато Сотрясатель Перезаряжаем Я сейчас просто Остановился Подумать Импульс Рельсовая пушка Перезаряжаемая Ну и естественно Арбалет Ладно Давайте пока что Научную использовать В комнатах Хотя бы она позволяет Держать дистанцию С противниками И стрелять С расстояния Но урон Урон конечно Вообще Вообще Маленький Для Для нас Очень низкий Пожиратель оружия Окей Знаете что Наверное в этот Пожиратель оружия Пойдет вот собственно Импульсная пушка А купим мы здесь Наверное Наверное Кольцо дружбы Имитаторов Нет Наверное мы здесь Максимум Что патроны Можем купить И кстати Пять пустышек Я оставляю все Я пока что Секретку не ищу Будем оставлять Пять пустышек Работает ли Айбомба На этих пингвинов Замороженных Да Айбомба работает На пингвинов Это хорошо знать Приятно знать Заходим Сразу Научная пушка И сжигаем Все И всех И вся И так далее И тому подобное Да Мы применим Мы применим Все наши пустышки Накопленные годами Мы их используем На то Чтобы победить босса Будем надеяться На успех Ах Ну В комнатах Конечно тоже Их пора уже Начинать применять Потому что Уже Мы на том этаже Когда Каждый урон Может стать последним Вот эта половинка Здоровья Которую мы сейчас теряем Она может выйти Боком Потом на шестом этаже Это мы уже понимаем Не первая наша Родео И не первая наша Поездка в колхоз На сбор картошки Мы уже знаем Что надо делать Что не надо делать Окей Вот так например Не надо делать Смотрите Учитесь Как не делать 17 выстрелов На Научную пушку Ни хрена Вообще не сделают Окей Давайте Знаете что Давайте вот Сотрясатель Использовать Сейчас мы зарядим Ему обойму И будем его Использовать Как дробовик Потому что Он у нас заряжен Большим зубом Поэтому он будет Наносить большой урон Большому зубу Большой урон Вы видите Да что урон Просто огромен Просто огромный урон Большинство противников Улетают с одного выстрела Так это еще у нас Оружие не специально Предназначенное Для убийства Противников Одним выстрелом Так Давайте Вот из арбалета Этих красных Добивать Патроны Патроны мы возьмем На На импульсную пушку Потому что Опять же Потому что Боевой зуб Перезаряжаем Делаем Боевым Дробовик Идем дальше Все Теперь я Спокоен Когда у нас Полный боезапас На Дробовик Теперь я могу Спокойно его использовать Применять боевой зуб В каждой комнате И Это у нас Такое Мини снайперское Ружье Потому что Еще Мил релаксант В действии Здесь Еще Мил релаксант А Мил релаксант Это Это точность Теперь у нас Дробовик этот Не промахивается Так просто И перед каждой Комнатой Мы его можем Заряжать Два зеленых Сундука Значит Да Два зеленых Сундука Ладно Я не против Эээ Давайте Вот этот Семисен Попробуем Так У Семисена Достаточно Высокий урон При этом Он еще Проникающие Выстрелы Делает Ну Где его Использовать Где использовать Семисен Если у нас Тут будут Эти Курки-близнецы В смысле Курки-близнецы Да Нам Нам Да Конечно На четвертом Этаже Сейчас Держи Карман Шири Тебе игра Даст Курков Близнецом Так Заряжаем Боевой Зуб И Расстрел Хорошо Если у нас Тут будут Столбы Близнецы Тогда нам Нужен Будет Семисен Я думаю Проникающие Выстрелы Там решают Два Зеленых Сундука Означают Что Нам их Нечем Открывать У нас Нет ключей Поэтому мы Посмотрим Может Босс Нам Даст Ключик Если Не Даст То И Хрен С Ним Окей Здесь Наверное Будет Стена Ну Если Стена Значит Мы Берем Арбалет Да Это Стена Сильно Заморачиваться Насчет Боевого Зуба На стене Я не Не буду Это Не тот Момент Когда Нужно Так Делать Нам Нужно Просто Использовать Все Пустышки Для Того Чтобы Спокойно И Мирно Получить Увеличение Здоровья Я Вообще Даже Ни на Секунду Не Собираюсь Экономить Эти Пустышки Мы Ее добьем И так Еще Одна Пустышка Нам Хватит Ее Нам Хватит Ее Чтобы Добить Видите Все Я Ни секунды Не задумывался Чтобы Сэкономить Пустышку Это Прогресс По моему Для меня Лично Такой личный Прогресс И знаете Замораживающий Луч Я сейчас Сдам В Сейчас Я этот Замораживающий Луч Сдам В Пожиратель Оружий Потому Что Пожиратель Оружий Замораживающий Луч Неплохое Оружие Но Я Не Впечатлен Хотя Знаете Что Давайте Наверное Ключ И откроем Один Из Зеленых Сундуков Посмотрим Что В нем Можно Этот Ключ Оставить На Следующий Этаж В Надежде Открыть Более Хороший Сундук Но Зеленый Сундук Это Нормально Поэтому Открываем Ага Запасная Пушка Будь Осмотрителен Окей Окей Я понял У тебя Игра Ты Нам Интересные Комбы Даешь С Каким Из Наших Оружий О Кстати А вот И ключ Дополнительный Зашибись Так что У нас Есть Ключ На Следующий Этаж Я Абсолютно Не Жалею Игра Нам Дает Возможность Делать Комбы Эти Комбы Вот Стрельба Назад Она Максимально Хороша С Любыми Самонаводящимися Оружиями Их У нас Нет Самонаводящихся Оружий Так Кушай И Ледяной Луч Мы туда же Скармливаем Потому что Он Не Комбинируется С нашим Вооружением Я знаю Что Ледяной Луч Считается Хорошей Пушкой Но Мне Он Не Нравится Еще Одно Бесполезное Для нас Оружие Протонный Ранец Зашибись Ну Как Бесполезное Протонный Ранец Сам По себе Неплох Но С Нашими Оружиями Он Не Комбинируется И Тем Не Менее Его Можно Хорошо Применять На Шестом Этаже За счет Эффекта Отброса Который Он Дает Своим Выстрелом Потому что Он Не Просто Противника Бьет Он Еще Отбрасывает Назад Как Импульсная Пушка Только Импульсная Пушка У нас Супер Пушка Сейчас А Этот Ранец Он Мех Ну Ладно Попробуем Нет Не Сотрясатель Пожалуйста Пожалуйста Импульсную Пушку Собственно Да Заряжаем Ее И Сейчас Я хочу Знаете Что Я хочу Сейчас Пассивку Рикошетящие Выстрелы Я хочу Рикошетящие Выстрелы Чтобы Наши Выстрелы От Которые Влетят В стену Чтобы Они Летели Обратно В противников От Стены Так Давай До свидания Давай Я сказал До свидания Ковбочек Окей Так Хорошо Стреляй Покажи Все что ты можешь Ха-ха Ну тут я Натупил В этой комнате Конечно Броню Терять не нужно Было Ах ты Собака Лежать Тут Перезаряжаться Не нужно Было Рано Перезарядился Хорошо Вот теперь Можно Вот теперь Можно Самое время Перезарядиться Перед тем Как зайти В следующую Комнату Так Я не помню Что это За комната Комната Обычная Не вполне Приличная Потому что Тут От пошлой Шутки Да 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 Прекрасная Рифма Варлок Вообще Комната Обычная Не вполне Приличная Как в детском Саду Добро пожаловать В пятый Б Класс Детского Сада И кроме Всего прочего В детском Саду Еще и Классов Не бывает Так что Ты вообще Обосрался Только что Со своей Шуткой Варлок Даже Этот Не подходи Ко мне Больше Не разговаривай Со мной Патроны Окей Надо подумать Надо подумать Я думаю пробил час Не остановишь нас Арбалет Это самая наша Лучшая пушка Поэтому Берем патроны На арбалет Так Перезарядил ли я Эту хрень Давайте вот так Сделаем Потому что я не помню Ну в смысле Использовал ли я На нее Уже Боевой зуб Так До свидания Хорошо О второй ключ Ну все Мы заряжены ключами Мы заряжены ключами Я бы конечно Предпочел Чтобы тут сейчас Дропнулась броня Если честно А вот и босс Я думаю Я думаю Можно идти сразу Можно брать арбалет И идти на дракона Даже Что у меня лицо Зачесалось Не знаю почему Все лицо чешется Может я сейчас умру От аллергии В ближайшее время Если я умру Прям во время записи От аллергии Прошу считать меня Ютубером До мозга костей Потому что я Ну я бы не стал Это выкладывать В интернет Ну в смысле Я был бы уже мертв Но я имею ввиду Что вряд ли Вы бы увидели Это в реале Так вот здесь Нужен Вот здесь Нужен этот Как он называется Спартонный ранен Да Так И ты Ты друг Давай до свидания Два выстрела Да Да Так И продолжаем Бить дракона Тут я не буду Боевой зуб использовать Почти Практически не буду Потому что Слишком сложно Слишком сложно И мне придется На этом сосредоточиться А вот это вот Лишнее сосредотачивание На лишних На лишних элементах Оно заканчивается Обычно бедой На драконе Поэтому Я просто Сосредоточусь На том Чтобы стрелять И уворачиваться От выстрелов Все Ничего лишнего Ничего лишнего И ничего личного Дракон Прости меня Окей У нас есть пустышка Блин Да что ты Лицо чешется По моему Я умру от аллергии Во время записи Прощайте Эм Так Пустышка есть И я ее сразу использовал Я ее использовал Моментально По моему Была беда По моему Была беда По моему Я был готов Уже получить урон Но Я Подействовал По моему Достаточно Грамотно Вот тут Не особо Грамотно Тут Надо было Боевой зуб Использовать По любому Вот здесь Надо было Боевой зуб Использовать Я не знаю Почему я этого Не сделал Но все равно Мы в порядке Мы в порядке Всего лишь Одну фазу Надо перепрыгнуть И у меня Начали потеть руки Я почему-то Этот Нервничаю Почему я нервничаю Я не знаю Все идет По моему Отлично Есть Мы убили Дракона Идеальное убийство Дракона Ну что я вам скажу Арбалет рулит Вот после этого Я охотницу Зауважал Еще больше Чем я ее Уважал раньше Ну я ее Раньше уважал Очень сильно Но теперь охотница Прочно заняла Позицию В списке Моих любимчиков Чисто из-за Вот таких Комбинаций С арбалетом Арбалет Самое сильное оружие Которое у нас есть Мы им будем Лича убивать Будем арбалетом Круто Такого я еще не видел Такого я еще не видел А вот и наш торговец Который все время Продает АВП Как я говорил Но в этот раз АВП у него нет Есть кластерная мина Есть патриот Есть граната С дипольным отражателем Из всего этого Меня привлекают Только кластерные мины И только за счет того Что у нас есть Приложение для айбомбы Но это при условии Что у нас вообще Ни хрена хорошего Не будет продаваться Так Так Вот это надо Надо пройти по-любому Ну что ты будешь делать Да Это задание Нам критично Сейчас абсолютно критично Все что мы можем здесь получить Мы хотим получить Окей Так Давай До свидания Хорошо Еще Пачка Противников Да Нам нужны сейчас Пассивные предметы Нам нужны Оружие Ну Нам нужны Я говорю что нам нужны Нам нужно что-нибудь Что Собака Это мимик или нет Нет Это не мимик Опа Кустарная пушка Стреляет только раз Ха-ха Интересно Работает ли С кустарной пушкой Этот Как он называется Миорелаксант Ну Узнаем Узнаем Когда дойдем До леча Но до леча Я ее использовать Не буду Все равно Если Миорелаксант Работает с кустарной пушкой Одну из фаз леча Мы можем убить С одного удара Это наверное Будет Либо третья Либо вторая фаза Наверное Кстати вторая Нет Наверное Третья Все таки Против Против третьей Фазы Легко воевать Если у нас есть Взрывное оружие Взрывного оружия У нас кстати Пока что Не имеется Окей Цуко Спокойно Без паники До свидания Кто еще Замечательно Да Взрывного оружия Нет Поэтому Поэтому фишка В том что Наверное Придется нам Использовать Наверное Нам придется Использовать На лече Что нибудь Стреляющее На третьей фазе А это Чревато Стреляющее оружие На третьей фазе Сложно Потому что От всех ударов Леча Придется просто Уку Ворачиваться Либо пустышки Долбить Ну а пустышки Обычно Расходуются На второй Фазе Эх Черт Не знаю Вот не знаю И все Полярис К сожалению Бесполезно Практически Бесполезно Для нас Сейчас Так Здесь Если что Можно Секретную комнату Открыть Что меня кстати Интересует Потому что Здоровье У нас Проблемы Полярис Херня Полярис Мы не зарядим Его Ну можно Попробовать Нет Не стоит Пробовать Не стоит Даже Пробовать Мы Уже Совершали Эту ошибку Очень много Раз Мы пробовали Зарядить Полярис На пятом Тире шестом Этаже И сливали При этом Все здоровье Мы этого Не сделаем Так Берем Наше Следующее Оружие Для Комнат Это Сотрясатель Сотрясатель Не так Крут Как Дробовик Тем не менее Он вполне Хорош Но он Более Скорострельный Если требуется Убить толпу Противников Очень быстро То Сотрясатель Будет Лучше А против Вот этого Парня Нужен Просто Арбалет И все Ах ты Скотина Подкрался Черт Я задумался Над Боевым Зубом С арбалетом Ну и Соответственно Получил По рогам Да Что Ты Ну Еще Я вам Скажу Начинаем Терять Здоровье Очень Неразумно С моей Стороны Это Делать Хорошо Так И теперь Наискосок И наверх Чудно Очень Неразумно С моей Стороны Расходовать Час Здоровье Потому что У нас Далеко Еще Не Не Стопроцентная Победа Далеко Не Гарантированная Победа Потому что У нас Нет Возможности Никак Лечиться У нас Есть Атакующие Навыки Но Нет Защит Вот Эта Половинка Здоровья Увеличивает Наши Побед Шансы На Победу Кстати Во много Много Раз Во много Много Раз Я имею Ввиду Процентов На 10 Увеличивает Так Что Не Получилось Боевой Зуб Хватит Тратить Патроны Впустую Боевой Зуб Сработай Если Я буду Пополнять Патроны То Я Наверное Пополню Конечно Дробовик Мощнее Если С него Впритык Стрелять Но Автомат Намного Более Скорострельный А на Следующем Этаже Скорострельность Для нас Будет Важна Целое Сердце Увеличивает Шансы На Победу Вот Действительно В Несколько Раз Тут Без Шуток Самонаводящиеся Пули Костыль Костыль Это То Что Нам Нужно С Вот Этим Выстрелом Назад Костыль Будет Отлично Сочетаться Я так Думаю Я так Думаю Что Это Будет Отличная Комбинация Ну Вот Эту Комнату Пройти Без Получения Урона Я Не Вижу Как Ее Можно Пройти Без Получения Урона Нахрен Это Все Дело Уродская Комната Кто Ее Придумал Заслуживает Самой Худшей Кары Которую Я Только Могу Придумать Это Конкретно Сколько Это Может Быть В рамках Цивилизованного Общества Я думаю Боль в мизинце При ударе Об мебель Это Как раз Вот На том Уровне Который Я пожелал Разработчику Который Решил Вот Комнату Придумать На самом деле Я уважаю Его труд Но Он Козел Так Хорошо Патроны На автомат Быстренько Заканчиваются И К счастью Либо К сожалению Нам Здесь Ничего Не нужно Кроме Полного Сердца И Половинки Сердца Либо Пустышки Либо Пустышку Мы можем Взять И Открыть Секретную Комнату Что я Сделаю В этой Ситуации Так Ну Это Мы Покупаем Точно Теперь Либо Пустышка Либо Половинка Сердца А что Я надеюсь Найти В Секретной Комнате Если Я Открою Ее Пустышкой Половинку Сердца Нафиг Берем Половинку Сердца И Я бы Подумал Насчет Открытия Секретной Комнаты Сундуков Кстати Мы не Оставили Нигде Нет Если Были Ключи Я бы Подумал Насчет Секретной Комнаты Поскольку Ключей Нет То Значит Я В Я Решил Я Решил Купить Здоровье По Моему Это Более Разумная Разумный Выбор В данный Момент Посмотрим Что мы будем В комнатах Использовать Давайте Использовать Все Что мы Точно Не Будем На Боссе Это Протонный Ранец Это Сэмисен Сэмисен Протонный Ранец У нас Точно На Босса Не Пойдут И Рельсовая Пушка Тоже Не Пойдет Поэтому Давайте Теперь Мы Заряжаем Снова Рельсовую Пушку Убиваем Еще Противника И Используем Протонный Ранец Для Зачистки Все Этой Шалупони Протонный Ранец Нехило Так Стреляет Если Два Выстрела Сразу Начинают Лететь В Противника Но Я Уже Удар Пропустил В самой Первой Комнате Это Меня Не Радует Так Что Тут У нас До Свидания Я Прошу Вас Пожалуйста Уйдите Благодарю Благодарю За службу Ах Ты Блин Плохо Неправильное Было Решение Просто Принято Там Уходить В другую Сторон Надо Было До Свидания Кто Еще Ах Промах Половинка Здоровья Ну Игра Игра Очень Щедра Дропает Нам Здоровье Тут Ничего Не Скажешь Протонный Ранец Слабоват На шестом Этаже Протонный Ранец Слабоват Рельсовая Пушка Конечно Не Слабовата Рельсовая Пушка Рулит Но Ее Нам Будет Недостаточно Ее Будет Недостаточно Патронов На ней Немного И Ее Надо Заряжать Этих Долей Секунды Может Иногда Не Быть Когда Ты Заряжаешь Рельсовую Пушку Так Кто Там Еще До Свидания Пустышка Пустышка Вот это Круто Пустышка Меня Радует Окей Заряжаем Рельсовую Пушку Заходим Снимаем Самого Сильного Противника Знаете Что Надо Снимать Самого Ближайшего Противника Который К тебе Находится Это Это Тот Этаж Где Можно Стоять Секунду И Выбирать Врага Поэтому Я думаю Мы Просто Будем Стрелять В Первого Попавшегося И Все Ну Что Такое Убей Кого Нибудь Протонный Ранец Ты Бесполезная Хрень Вот Протонный Ранец Херня Херня Хорошо Семисен Значит Пойдет Семисен Вход Семисен И Что мы Еще А Рельсовую Пушку Мы Использовали Да Ну Насчет Семисена Я вообще Не знаю Не Он Лучше Лучше Чем Протонный Ранец По-любому Ну В данной В данной Комбинации Так Я думаю Без Миорелаксан Он был бы Косой Как 33 Зайца Так Где Там Противник Ах Ты Скотина Вы Видели Как Она В меня Попала Ну Вообще Лови Семисен И тебе Тут даже Подождите Семисен Это барабан Какой-то Китайский Который Делается Из шкур Дохлых Котов Да Да О Блин Что-то я Перепутал Так По-жесткому Так Вот вас Надо убить Друзья Там Призыватель Скелетов Да И скелет Был призван А Фея Ну Что я вам Скажу Как прошла Эта комната Ну Фея Фея Меня Трахнула Феечка Что в принципе Было бы Неплохо Если бы Не в том Контексте В котором Это случилось И блин Гребаный Скелет Ожил Ну Что ты Будешь Делать Давай Семисен Добей Череп Благодарю А это Еще не Все Ну Естественно Куда Уж Как же Уж Чтобы Это Все Было Далеко Не Все Так Ну Я думаю Что нам Не стоит Провтыкивать Вот этот Забег Просто Получая Лишний Урон Ненужный Я думаю Этого Делать Не стоит Как вы думаете Наверх Или направо Я думаю Наверх Я думаю Наверх Надеюсь На То Что Наверх Так Эта Комната Превращается В сущий Ад Через Какое-то Время Ну Конкретно Когда мы Зачистим Эту Шалупонь Ну Е Мое Что Ты Будешь Делать А Красный До Свидания Так Где Это Хрень Голова Я Я Вообще В нее Попадаю Это Еще Не Все Кто Здесь Ага Вот Эти Ребята Окей Ну Что Я Вам Скажу Несколько Ударов В Некоторых Комнатах Которые Я Здесь Получил Я Не Имел Права Их Получать Я Понимаю Это Но Теперь Что Сделаешь Теперь Только Жить С Последствиями До Свидания И Вас Туда В Тех Же Позах Хорошо Прекрасно Так Умрите Пожалуйста Благодарю Вас Три Красных Сердца Вместо Семи Ну Что Я А шо А шо Мне сказали Горячей воды Не будет Так Тихо Тихо Спокойно Опа Папапа Нет Семисен Спаси Меня Окей Так Убей Скелета Хорошо Добей его Череп Семисеном Паяц Хвалю Так Это еще не все Да Куда уж там Все Так Этих ребят Надо Знаете что Пустышки Пустышки Самое время Куда их экономить На кой черт Ууу Половинка здоровья Спасибо игра Я тебя Я тебя люблю За что я тебя Не люблю играть А за то что Судя по всему Я иду Все таки Не в ту сторону Судя по всему Не в ту сторону Блин Мы Мы идем В тупик Я зайду Еще в одну комнату На всякий случай Чтобы быть уверенным Ну да По любому В тупик идем Без вариантов Кто еще А Синяя хрень Да Блин Ну ладно Значит нам В начало Возвращаться И идти дальше Влево Теперь Хорошо Я понял Я понял Игра Значит так Ты хочешь Да Ну вот этот Джен Джоу Это Хорошее оружие Для зачистки Сборищ Противников Стоят Противники Кучкой Мы туда С Эмисена Стреляем И всем хана Мы все таки Шли в ту сторону Да ну к нахрен Вот сюда что ли Да не может быть Я не верю Ну точно Вот знаете Что значит Неуверенность В себе Да Загоняет Вот в такие Ситуации Тебя Я там должен был Использовать Пустышку Я мог попробовать Перекатиться Но по моему Ну не то чтобы Нереально это было Но слишком рискованно Слишком Слишком в опасную Ситуацию Меня бы этот перекат Поставил Скажем так Собственно сам перекат Был не особо Опасен Так а патроны Мы возьмем Для я думаю Для рельсовой пушки Да для арбалета У нас патроны есть 45 блин Баба ягодка Опять Черт Для арбалета Что ли взять Нет нахрен Берем для рельсовой пушки И теперь мы начинаем В комнатах Чисто эту рельсовую пушку Использовать Да что у меня Знаете что Это не лицо Это борода у меня чешется Я ее вроде мыл сегодня Но что то это С какого то хрена Она начала чесаться Все от нервов Нервные клетки Не восстанавливаются А Симисен Включи Симисен Хорошо Молодец А нет Не арбалет Арбалет не надо включать Использую эту Да вот Рельсовую пушку Хорошо Теперь Когда проходим Делаем Пробежку С Симисеном Как эти Как гангстеры Которые стреляют Во всех из машины О молодец Хороший Хорошая идея Почему бы Блин Я использовал пустышку И все равно потерял здоровье Ну что я скажу Мне кажется Я ее вовремя использовал Какого хрена она Не убила Эту мелкую летучую мышь Которая в мою сторону Летела Вот это другой вопрос Окей Хорошо Так Волшебник Да Как то так Ну да Нам вот в эту сторону По любому Так До свидания Не подходи ко мне Не подходи ко мне О Я зол Я зол Как собака Вы видели Как что там Случилось Блин, я перепрыгивал его выстрелы И черт побери Черт побери Так, эту хрень надо добить Ну Ну мне кажется, что это в чёс Что нельзя их перепрыгнуть на прямую Получается, что в некоторых ситуациях Вообще хрен перепрыгнешь Ну, вот такие промахи, блин Ух, половинка здоровья Спасибо тебе, игра Спасибо тебе За всё, что ты для меня делаешь Я это ценю Ну, пожалуйста Дайте мне босса Ах, ну да, мы ещё не прошли Самые мудацкие комнаты Как я мог об этом забыть Что самые мудацкие комнаты Всё ещё впереди Я буду рельсовую пушку использовать по максимуму Хорошо И тебя вылечим И тебя вылечим Где он? Всех убили Так, ну теперь направо По-любому Знаете, проблема рельсовой пушки в чём Что я пытаюсь её целиться Ею А надо, блин, просто стрелять Примерно в сторону противника И всё Ну, пожалуйста, дайте мне леча Ох, как хорошо, что я успел в него выстрелить раньше, чем он в меня Прекрасно И добить И добить Пожалуйста, дайте мне леча Спасибо Так Лич На первой фазе Вот это мы используем Либо на третьей Либо на второй фазе Кустарную пушку Наверное, на второй Посмотрим Но на первой фазе будет арбалет Либо сотрясатель Либо сотрясатель Давайте на первой фазе сотрясатель На первой фазе сотрясатель Посмотрим, как пойдёт Посмотрим на ситуацию По-моему, нормально Нормально сотрясатель сносит его Вот это было очень неудобно Очень неудобное уклонение С моей стороны Окей Окей Хе-хе Не проблема Нам дожить до третьей фазы На третьей фазе Мы долбанём этим Долбанём кустарной пушкой И всё Ему хана Как я ненавижу Вот эту атаку Вы видите, что тут Эти дополнительные летят Выстрелы периодически На каком-то расстоянии И, блин Не дают спокойно Уворачиваться Спокойно перекаты делать По-моему, нам жопа Но мы попытаемся Боевать до последнего Надо его просто добить И всё Не надо Не надо Пытаться отстреливать его Призванных Да Так Вторая фаза Давайте-давайте подумаем Вторая фаза Что мы можем здесь сделать Ну, либо вторую Либо третью фазу Пытаться убить Кустарной пушкой Я думаю Вторую фазу Мы должны попытаться Пережить с арбалетом Нет, нахрен Третью фазу Мы должны попытаться Пережить с арбалетом На второй фазе Есть атака Которую я вообще Не могу пройти Поэтому Кустарную пушку Включаем на первую На вторую фазу Давай Кустарную пушку И Выстрел Он сразу Вот эту атаку Пустил со старту И Ну И всё Тут я Я ничего не мог сделать Оружие называется Бумжджен Если бы На вторую фазу Я оставил Несколько пустышек Хотя бы одну пустышку Я не успел рассмотреть Сколько моему здоровья Снесли Но по-моему По-моему много Если бы я оставил Одну пустышку Было бы всё зашибись Но тут Фишка в том Что я наполучал Кучу урона Наполучал кучу урона На шестом этаже Я бы хотел сказать Что была возможность Её избежать Этого урона Но я не уверен Что была Потому что оружие У нас все закончились Вы видели Что мы дошли уже До Лича И у нас был Была только Рельсовая пушка Возможно Надо было Сотрясатель С самого начала Использовать И не выделываться С протонным ранцем Наверное Вот Сотрясатель Надо было использовать Но Всё равно Забег мне Очень понравился Комбо у нас Было офигенное Оружие Очень интересное И то что мы Не убили Лича Но это бывает Это бывает И Мы исправимся В будущем Когда-нибудь Мы его будем Убивать Каждый раз Но это будет Когда-нибудь А пока что Я Надеюсь Вам понравился Этот забег Если это так Ставьте Внизу лайк Оставляйте Коментарий Ходить Смотреть Продолжение Конечно Подписывайтесь На мой канал Я благодарю вас За просмотр Увидимся В следующий раз